Привет, я играю Глеба в Darkest Time Extended. Перед началом хочу сказать, что данная модификация распространяется бесплатно. Но если вы её каким-то образом купили, знайте, ваши деньги пошли на помощь пиратам. Желаю всем приятной игры и помните, что игра – это всего лишь игра. Любые персонажи и события вымышлены, а совпадения с реальностью – случайны. Поэтому я всё-таки расскажу, что произошло на самом деле. Его звали Артём, но он был больше известен как сталкер по прозвищу Меченый. И ты наверняка скажешь, что уже не раз слышал его историю. Историю об обыкновенном сталкере, который, преследуя свои личные цели, отключил Выжигатель. Добрался до самого центра зоны и разгадал её тайну. Так вот теперь слушай очень внимательно и запоминай. В ней нашлось место мне. Всё было не совсем так, как многие себе это представляют. В моей его истории есть кое-что общее. Проблема лишь в том, что это общее теперь меня преследует. Кто я – пока что не важно. Но ты можешь звать меня Глеб. А эту историю я начну с самого начала. И по порядку. В общем, вникай в происходящее. Я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчёте. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить – значит, есть за что. Есть дело, Меченый. Тут мои ребята возвращались с задания и пропали. Один из них, звать Шустрый, нёс мне какую-то информацию. И пропали совсем рядом, под боком, потому что мост прошли. Не знаю, что и думать. Решили кому-то другому инфу скинуть или сидят, водку глушат. Короче, найди Шустрого, живого или мёртвого. Главное, чтобы флешка при нём была. Принесёшь мне. Шустрый был из людей Волка, а этот тут, в лагере. Спроси его, наверняка что-то знает. С оружием и боеприпасами он тебе поможет. Да всё пока. Принесёшь мне флешку, и будем считать, что частично за своё спасение ты расплатился. И только одна запись в ВДА. Ну, удачной охоты, сталкер. И ничего не в свежий воздух. Мужик, ты проходи, проходи. Что-то Митька не возвращается. Думаешь, с ним что-то случилось? Надеюсь, что-нибудь... Привет. Зачем пришёл? С Шустрым скверное дело приключилось. Тут неподалёку на его группу бандиты напали. И Шустрого увелись с собой. Он только успел что-то со скинуть. Его напарники, похоже, накрылись. Ребята сообщили, что бандюки сейчас в старом АТП находятся. Эх, врезать бы тебе. Да толку. Не так всё просто. Людей у меня мало. Да и те сплошняком новички. Не могу рисковать. Если мы этот лагерь потеряем, всем нормальным сталкерам худо придётся. А ты сам что? Если не струсишь, от помощи не откажусь. Негордый. Поможешь с бандюками разобраться? Да нет, так ты фиг справишься. Вот разведчики мои. Бойцы, что надо. Сейчас они как раз тех уродов пасут. Вместе вы, в принципе... Молодец. Еще не скажешь. Ну так что? Или всё же слабо? Уважаю. Вот тебе оружие и припасы. Петруха, я отправил к тебе одного. Сочтёте нужным. Атакуйте. Приём. Возможно, местный торговец действительно прольёт свет на происходящее. Выбора у меня нет. Спасибо, меченый. Вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помил. Нем, нам придурок какой-то осушляет. Пошёл в нём? Доставить. Не в виду мелочи поезапоставить. Не знаю. На бой живёт. С ним Шустрого ты слышал уже не раз. Но не спеши уходить. С ним произошло много чего интересного. Вот это спасибо, брат. Вот это выручил. Даже не знаю, как отблагодарить тебя. Есть такое дело. А, ладно, забирай. Ты мне как-никак жизнь спас. Не ниже пояса, не боись. Я давно на торговце работаю прятать инфу учён. Кстати, я быкам наплёл про схрон с артефактами. Так они одного туда отправили. Схрон там действительно имеется, только артефакт там всего один. Если хочешь, дам тебе координаты. Только не забудь. Там зверя всякого много. И бандюк, который туда отправился, тоже не с совочком. Да не за что. Удачи. Если Толика вдруг увидишь, скажи ему, пусть сюда топает. Убери оружие. Здорово. Привет, мужик. Ну, как дела продвигаются? Ого. Ребята говорят, ты дал жару, что надо. Вот, держи награду. Заслужил. Ну, здорово. Ну что, Меченый, по нашим делам ничего не продвинулось? Флешка-то с информацией где? Отлично. Всё-то в крики и по льве. Парнишки не бывают страшно. Странят страшно. Странят страшно. Странят страшно. Ну, а как не будет-то? Меченый, опомнись, ты у меня ещё в долгу. И до того, как я тебя отпущу на все четыре стороны, ещё пахать и пахать. На спасение Шустрого кого угодно можно было отправить. Пришла бы мне флешка с трупа или с живого человека, это было бы уже неважно. Бизнес, сам понимаешь. Тут слушок один мне местный сталкер из лагеря рассказал. Мол, в овраге есть артефакт один интересный. Вникаешь, о чём речь? Принеси его мне, а там я уже решу, что с ним делать. Да, такая штуковина, которая даёт его носителю полезные и не очень свойства. Просыпаешься ты утром, идёшь отлить, а у тебя светится кое-что в штанах. Или руки чешуёй покрылись. Ну, это уже шутки местных сталкеров. Хотя, кто знает. На продаже артефактов можно много заработать. Ну или немного, зависит от находки. Многие жители на Большой Земле интересуются этими магическими булыжниками, а торговцы являются главными поставщиками. Врубаешь? Эй, паря, ты что, не врубаешься? Найди мне его и принеси. Бегом! Ну, проветришься. Заходи. Приди на её месте в следующий раз. Можешь быть ты, не петь. Короче, рядом с аномалиями осторожно кидаешь болты, чтобы понять, где аномалии находятся. Понял? Ну вот сейчас и посмотрим. Этот артефакт, он был необычным. Очень интересная находка, если суметь овладеть ею. То, что ты сделать хочешь, смысла не имеет. Что? Кто это говорит? Твои действия неразумны. А я знаю. Если в овраге нашёл, значит, давай сюда. Сейчас глянем, что в нём такого особенного. Говорящий? Может быть, у тебя крыша поехала? Головой сильно стукнулся, пока тебя сюда несли. Говорящий. И что же он тебе там успел рассказать? Небось, байки заливал о том, как я местных новичков на бабки кидаю, а? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Говорящий. А почему же он сейчас молчит? А? Меченый. Хе-хе-хе. Ну ты мочишь. Я не могу. Ладно, чёрт с тобой. Я назову его Лунтик. И он уже ждёт своего покупателя Серьёзно, серьёзно Если и не серьёзней Так, всё, теперь к делу Пока ты за артефактом бежал, в деревню одного занесло И ведёт он себя, ну, скажем так, странно Узнай, что с ним произошло, и бегом сюда Неплохо Хороший товар Неплохо Молодец, я доволен Ну, проветришься, заходи Боже Как же болит башка Я не могу избавиться от этого голоса Откуда этот шёпот Шёпот Я слышу его Он твердит мне о каком-то предназначении Бесконечности космоса Разума Души Он в моей голове Говорит со мной Так вот, он меня не получит Возьми мой нож, сталкер Напомни Взгля Стой Не делай этого Вернулся? В зоне и не такое увидишь Привыкай Слушай, вот зачем мне, Меченый, знать эти все твои дела? Лучше сходи к волку Он что-то хотел Ну, проветришься, заходи Привет А сейчас я пошучу Привет, Меченый Какими судьбами? Меченый Я смотрю, ты уже отличился тут делами своими Шустрова спас Сидоровичу помог Слушай, помоги мне Митька зачем-то пошел к элеватору И не возвращается Можешь сходить и узнать, что там с ним? Элеватор чуть дальше АТП Разберешься Сам не могу оставить ребят Мало ли что с ними случится Не серчай, друг Не могу Все, иди Уберем Уберем Информация в нем устроена секретина Нас она не касается Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему? Что там произошло? Да уж, ну и ситуация. Жалко его, хороший был мужик. Ладно, спасибо тебе. Как жизнь? Я... В общем, по стрелку узнал кое-чего. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там не тронуты. Клондайк артефактов. Да. Впрочем, я помогу тебе его найти. Но, как ты понимаешь, не за красивые глаза. Придется отрабатывать. С другой стороны, всем нам будет хорошо. Ты своего стрелка замочишь, а заодно и узнаешь, что с тобою стряслось. А я уз... Ну, в смысле, свою выгоду от нашего сотрудничества тоже поимею. Серьезный ты мужик. Сразу видно. Нам такие люди нужны. Мы с другими торговцами тут расследование одно проводим. Хотим найти путь на север, к центру зоны. Только там кто-то или что-то проходу мешает. Хрен его знает, как твой стрелок проскользнуть смог. Понимаешь, есть там одно место, где мозги закипают. Жуткая штука. Да. Но ближе к делу. Те пацаны, которых с вертушки положили, наблюдали за военными, тут недалеко. И, судя по всему, вояки в здании бывшего НИИ Агропром что-то нашли. Очень серьезное что-то. Думаю, это как-то связано с центром зоны. Так вот, все, что военные накопали, пока что лежит где-то на третьем этаже здания института. Охраняется, конечно, куда ж без этого. Только оно нам здорово нужно. Понял, о чем я. Как только выйдешь с добычи с территории Агропрома, тут же неси ее бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре 100 рентген, что на территории бывшего завода Росток. Координаты и необходимую инфу я тебе закачаю на КПК. А если на словах объяснять, так пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад, а ты через пару километров выйдешь прямо к Агропрому. На свалке артефактов, кстати, как грибов после дождя. Хотя фонеет тоже по полной программе. Так что советую прикупить у меня антирада, ну или водочки. А то потом будешь светиться, вроде новогодней елки. Шутка юмора. Но, удачи. Наверняка на твоем пути встретятся люди, которым может потребоваться твоя помощь. Это, конечно, твой выбор, но знай, зона видит все. И каждый выбор влечет последствия. Как знать, меченый, как знать. А, и да, меченый. Возьмишь только коробок спичек напоследок. Мало ли что. Так началась моя первая дальняя вылазка. Дорога была трудной. С каждым часом вопросов у меня становилось все больше. А ответов не было. И с каждым часом я стал замечать все более странные, а порой и необъяснимые вещи. Складывалось впечатление, что смерть поджидала меня за каждым углом. И, в конце концов, мне пришлось посмотреть ей прямо в глаза. КОНЕЦ Надо бы заглянуть в эту ферму. Вдруг на эту что-то интересное. Гварий на хвосте привел и долго не продержится. Он, возможно, знает о стрелке. Так что бегом к нему. Даю координаты. Он погиб. Он был моим другом. Мы вместе решили пойти на эту ферму. Думали... Думали, что найдем там какой-нибудь хабар. Мы понятия не имели, что здесь может быть так много зомби. Твою мать! Нет. Пришли сюда со стороны свалки. Слушай, я... Я не знаю, что ей делать. Мне надо уйти. Я... Я не могу сейчас говорить. Боже. Помогите! Помогите! Аптечку! Голос, который шепчет. На своем пути Артем уже встречал людей, которые слышали его. Здесь же ему было суждено лично познакомиться с ним. Мы чувствуем тебя, Артем. Что такое? Не терпится узнать, откуда, да? Откуда я вообще взялся и откуда все это знаю? Понимаешь? Все бы ничего, если бы не этот голос. Я тоже слышу его. Я уже говорил, в этой истории нашлось место мне. Я говорю правду. А ты просто верил в то, что тебе рассказывали. Мой нож пропал. Куда я попал? В тайник стрелка? Флешка. Интересно. Ладно. Позже разберусь. Сейчас надо выбираться отсюда. Выходь сам! Выходь сам! Выходь сам! Выходь сам! Меченый, я сообщил о тебе, бармену. Он должен договориться с долгом. Я не хочу так убирать. Господи! 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 Эй, сталкер! Подойди! Там, где царит обман, есть то, что приоткроет завесу тайны глазам людским. Тот, чья рука дотронется до этой силы, свой разум подвергнет сомнению. Трудный выбор перед тобой встанет. Испытание определит твою дальнейшую... Отвали! Мне и без тебя забот хватает. Слушай меня внимательно. С ней не должно ничего случиться. Я найду способ спасти тебя. Обещаю. Егор, присмотри за ней, пока меня не будет. Здесь я в безопасности. Добро пожаловать на наш шапаш! На наш! На наш! У нас сегодня здесь ажиаташ! На наш! На наш! Слушай, мне неудобно просить, но не мог бы ты мне помочь? Я что-то нехорошо себя чувствую. У бармена есть таблетки, он знает какие. Принеси, пожалуйста. Здравствуй, Меченый! Здравствуй! Я слышал о тебе, Меченый? Да, тебя тут все слышали. Все знают, что произошло на территории комплекса. Это же ты военных там разнес пух и прах. А у тебя жетоны военные есть? Ммм, жетоны. Приноси их мне, если есть. За пять жетонов я дам тебе провизию. За десять патроны могу дать. За пятнадцать ты получишь разные медикаменты. А вот если принесешь двадцать, то я поделюсь с тобой кое-чем интересным. Тебе это знать не обязательно. Просто приноси их мне, и все. А жетончики-то мои где? Что ты выберешь? Жетоны. Да. Хм, а ты еще откуда взялся? А, вот как значит. Ну, Сидорич, говорил о тебе. Отличная работа, Меченый. Сейчас мне нужно время, чтобы разобраться в документах, которые были в кейсе. Можешь пока отдохнуть, выпить. Держи. За счет заведения. Можешь и с местными тут пообщаться. Я позову тебя, когда ты будешь нужен. Меченый. Мне еще необходимо разобраться в тех бумажках, которые ты мне принес. Погуляй пока где-нибудь. Пару недель назад она собрала ребят и отправилась куда-то. К сожалению, все закончилось достаточно плачевно. Погибли все, кроме нее. С тех пор сидит здесь. Периодически слышит голоса в своей голове, которые что-то шепчут. Возможно, она попала под пси-излучение. А возможно, у нее просто сильный стресс. Толком ничего не рассказывает. Но таблетки у меня есть, и они ей каким-то образом помогают. Однако еще одного потрясения она, скорее всего, не выдержит. Я их отнесу. Можешь не переживать. Как знаешь. Спасибо тебе большое. Еще раз спасибо. Слушай, мне бы отдохнуть. Я очень устала. Стой. Кто ты? А зовут тебя как? Меня зовут Аня. Рада знакомству. Э, ты кто такой? Э, Артем? Ты меня уважаешь? Садись. Выпьем. Так сразу? Ты что, этот что ли? Вояка что ли, а? Да потому что все вояки тупые уроды. Давай, проваливай отсюда. Опа! Еще один посетитель этого скромного заведения. Скажи, какой в этом смысл? Нет, смысл во всем. Вот, например, какой смысл умываться по утрам? Чтобы быть бодрым. А какой смысл быть бодрым по утрам? А какой смысл вообще быть по утрам? Э, ну ты что так на меня усталился? Ты какой-то напряженный. Вот, держи. Ослабишься хорошенько, отдохнешь. И жизнь обретет новые краски. Как таких людей вообще земля носит? А, не, я не про тебя. Я про того урода, с которым ты пару минут назад общался. На ногах еле стоит. Черт. Эй, что там отворится? Где-то тут, а? Слышишь? Только попробуй приблизиться ко мне. Сразу треснув по твоей пьяной наглой руке. А, елички. Ты меня не уважаешь? А ну, счастья тебе. Не, нас ты видел, а? Вижу, ты уже познакомился тут с местными. Меня зовут Андрей. Да уж, то правда, то правда. Слушай, вопрос к тебе есть один. Что за кейс ты передал бармену? Бармен явно что-то задумал. Понимаешь, начал он собирать разную информацию. И скорее всего, передавать в руки долгу. А долг заинтересовался выжигателем в последнее время. Поэтому и спрашиваю. Думаешь, я поверю в твои сказки? Да про тот шухер на территории не идти. Все узнали еще до того, как ты сюда зашел. И впервые я тебя тут вижу. Да еще и с кейсом. Еще скажи, что это не тот кейс. И что вообще, типа, ты тут не при делах. Здравствуй, сталкер. Ага, заведение прям не то слово. Такой дурдом тут иногда творится. Ты б знал. Сам какими судьбами тут оказался. Хе, по делам. Да какие тут вообще могут быть дела. А, хотя ладно. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Ну, наконец-то ты вернулся. Значит так, по документам, которые ты принес с агропрома, ну, кое-что начинает проясняться. Но данных не хватает. Упоминается некая лаборатория Х-18. По описанию, похоже, на заброшенные подземные помещения в темной долине. Придется тебе туда отправиться и добыть недостающую информацию. Лаборатория закрыта. И чтобы ее открыть, понадобится два электронных ключа. Один у меня есть, я тебе его дам. А второй придется забрать у Борова в темной долине. Все, что нужно сделать, получить второй ключ от лаборатории Х-18. Проникнуть в нее и добыть недостающую часть документов. Не забудь надеть костюм, защищающий от радиации. Без него ты не пройдешь. Но и это еще не все. Боров – это лидер бандитов в темной долине. И без охраны он не ходит. Так что ты сам понимаешь, мирным путем этот вопрос решить, скорее всего, не получится. Ну что, Меченый, берешься? Вот и отлично. Я буду ждать. Мои приключения только начинаются. Не так ли? Так оно. А ну стой! И не рыпайся. Слышь, думал, братков на АТП положил и спокойно так по нашей, бля, территории разгуливать сможешь, а? Ну ничего, Боров с тобой разберется. Слыхал я, ключик от лабы у тебя есть. Вот это, сука, хороший товар. Так я попал в плен к бандитам. Все вещи украли. Черты вы, мародеры. Я остался абсолютно ни с чем. Спасти мне могло тогда лишь чудо. В тот момент, вопреки моим ожиданиям, оно само нашло меня. Своё приветствие. Нужно действовать скрытно. АТАК! 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 Так зачем ты со мной полез? Сбор жизни смысла не имеет. А в этом мире все имеет свой смысл. Мир? Больше мир? Да. Помоги мне! Я слышу, ты здесь! Чёрт, как я сюда попал! Я оказался здесь, а передо мной был он! Он излучал свет! Он ослепил меня своим светом! Я ни черта не могу разглядеть! Помоги мне! А-а-а! Не хочу! Я не хочу умирать! Горю! Горю! Сжигает меня изнутри! Что это? Течёт! Из глаз! Нет! Нет-нет-нет-нет! Нет! Сжигает меня изнутри! Стрелок! 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 Смерть находит новых палачей. База я 034, мы над точкой Понял, начинайте работать 032, набрасывай свои на крышу Как понял? 032 принял На крыше, так на крыше Меченый, советую выбираться из долины через южные ворота Там как раз на картоне выйдешь Здорово, Меченый, рад, что ты жив Будет время, загляни в бункер Очередное дельце наклевывается Ну что, был в Икс-18? Документы принес? Так, ага А вот это очень даже интересно Расскажу, не поверят Ага О как Ты смотри Даже и не предполагал такого Как все запущено-то Ну ладно, держи обратно Это все нужно отдать бармену А тебе за труды Причитается Что? Где ты нашел его? Вот дела Артефакт с живым сознанием Это что-то новенькое А как же, Меченый Для тебя задание у меня всегда найдется На территории блокпоста Что тут неподалеку Есть один кейс В котором содержится интересная мне информация Этот кейс мне и нужен Ну, конечно, совсем-то уж идти напролом не нужно Это добром не кончится На их колючую проволоку упало дерево Совсем недавно Поэтому отличным вариантом будет пробраться на территорию блокпоста Как раз через то место Ну, а дальше ты прокрадываешься Берешь кейс А потом так же незаметно уходишь Они даже не узнают Меченый, ты меня огорчаешь Я ведь все-таки деловой человек Свою награду ты получишь И она тебе понравится Возьми глушитель и пару пачек патронов Только это, Меченый, давай без лишнего шума там Не нравится мне эта затея Наемники тут что забыли Надо сваливать отсюда Что там произошло? Остолоп, я же просил провернуть все без лишнего шума Где кейс? Информация в кейсе очень серьезная И если не я один ей заинтересовался То дела очень плохи Похоже, кто-то нанял наемников на это дело Мне нужна твоя помощь Тогда они и до тебя доберутся Наемники Эти ребята просто так ничего не оставят Послушай, мы с тобой наделали слишком много шуму Как это что? Пострадают ребята в деревне? Пострадаешь ты? Поэтому надо остановить их И ты мне в этом поможешь А я в свою очередь отблагодарю тебя Щедро На элеваторе есть динамит Его нужно найти и принести мне Я пока переговорю с фанатом, чтобы он позвал подмогу Как зачем? Взрывать! Убить их всех Они напали на деревню Вручайте, кто может Я не хочу его убирать Не хочу Димка Они убили его, суки Это тебе за отрёв Сука Давай сюда его Беги на АТП и найди там ещё один За деревню не волнуйся Сюда скоро придут ребята Беги скорее за вторым ящиком Иначе мы тут все сдохнем К ебени фени Отлично, Меченый Мои ребята уже прибыли в деревню Ты зенки свои разуй получше Сюда пришёл Ярый со своими ребятами Иди к нему Он даст дальнейшие указания Ты... Ты сейчас серьёзно, да? Не знаешь, кто такой Ярый? Элитный отряд Всё, иди к нему Не мозоль глаза Ты б ещё консервных банок насобирал Ну, проветришься? Заходи Да, да Ярый Именно так меня зовут Ну, может быть, после того, как я с ножом перерезал лагерь военных Или когда до смерти закидал, помню, камнями отряд наёмников Человек пятнадцать их было Ну, точно не помню Но, знаешь Ярым зовут меня те, кто особо не знают Ребята, знающие меня в бою, называют меня бессмертным А ты сельчанин, вероятно, меченый Значит, слушай сюда меня, дружок Дельца плёвая Наемники укрепились на блокпосту Вояка они вынесли, так что всё серьёзно Ну, как серьёзно, ты понимаешь Главное, у них петушок Архара Его и нужно будет убить Ну, в смысле как? Пустим, пулю в лоб и готова Ты чё, друг? Удивляешь меня Я уже собрал ребят Остался только ты О, да я сам как динамит Меченый Любого разнесу Не неси чепухи Элитный отряд, ты должен понимать Сейчас быстро перешамоляем их Да разбежимся, будто ничего и не было А-а-а Если ты за сам меченый Так и скажи За Ярова У вас нет жертв Конечно, держи награду Но дело ведь не только в награде Ты заслужил и плохую репутацию тоже Твои поступки рано или поздно напомнят о себе Даже если и я тебя ввязал в это, ты согласился Из-за тебя погибли новички в деревне, Ярый, ребята на АТП Да вообще все Но какой ценой От тебя Ну здравствуй, бармен Здорово Ну что, Меченый По нашим делам ничего не продвинулось Отличная работа, Меченый Теперь мне нужно разобраться в них А это займет некоторое время Вот твоя награда Кстати, тебя Анна искала Так Артем, ты вернулся? Да потихоньку Ты где пропадал? Ну да, конечно А если серьезно? Что такое? Тебе нехорошо? Я помогу Подожди минутку Вставай Давай, просыпайся Мы чувствуем тебя, Артем Держись, Артем Держись Он не дал покоя ей Теперь Он не дает покоя мне Я не хочу такой жизни Ну наконец-то Где-то часов шесть Тебе надо прийти в себя Будь здесь Я пока принесу воды С какими еще документами А если тебе опять плохо станет, Артем Не стоит А жетончики-то мои Где? Меченый А не обманываешь ли ты меня? А ну покажи мне их Ммм Моя прелесть Да Да Дай их мне Дай их сюда А ты отдай мне их И узнаешь То, что я тебе дам Нигде не найти Отлично Да-да, отлично Вот, возьми этот препарат Он пригодится тебе, будь уверен Препарат влияет на мозговые клетки Заставляя их регенерировать Мощная вещь Но запомни Использовать его нужно только при крайней необходимости Иначе результат может быть обратным Только отдай мне жетоны Да Да, Меченый, да Ты ведь принес мне эти жетоны Я отдаю тебе самое ценное, что у меня есть А теперь иди и принеси мне еще жетонов Мне нужно время, чтобы изучить документацию Здорово, Меченый Я позову тебя О, Артем пришел На, браток, держи Сталкер, который ничего не знает Теперь приносит документы из лаборатории Ты либо наемник, либо преследуешь свои цели Бармен не тот, за кого себя выдает Здесь все под масками И настанет момент, когда все покажут свои настоящие лица Тебя окутала паутина лжи, Сталкер И ты здесь главная марионетка Зря, Артем Очень зря Здравствуй, Артем У меня к тебе один вопрос В документах, которые ты отдал Бармену Содержится информация по поводу выжигателя Так ведь? Думаю, ты уже слышал о группировке Долг Бармен сливает им информацию, которую ты приносишь Лидер Долга Воронин Личность очень темная Под лозунгами «Мы уничтожим зону» И все в таком духе Проворачиваются совсем другие дела И если долго удастся отключить выжигатель То Воронин начнет всем диктовать свои правила Начнется хаос Конечно, никакого Рискуя своей жизнью, ты приносишь документы И получаешь вознаграждение Ты обыкновенный наемник И тебе нет никакого дела до того, что будет потом До тех пор, пока это тебя не коснется В общем, ситуация проясняется Как я и предполагал, выжигатель мозгов рукотворен Это экспериментальный излучатель Кайманова Его части как раз изготавливались в лаборатории Х-18 В документах говорится о лаборатории Х-16 Туда отправлялись готовые блоки Расположена лаборатория на территории производственного комплекса Возле озера Янтарь Там неподалеку лагерь ученых Они наверняка подскажут точнее Ситуация непростая Тебе надо пробраться к ученым И узнать, где находится лаборатория Х-16 Чтобы добыть недостающую часть документов Но и это еще не все Пробраться к бункеру можно двумя способами Первый Это идти через дикую территорию Можно было бы поступить и так Но долг сейчас проводит там военную операцию Идти туда слишком рискованно Второй способ Это идти через местный лес Про этот лес легенды складывают Но ничего особенного у нем на самом деле нет И единственное, что может вызвать затруднения Так это то, что лес никак не отмечен на карте Но и ты пойдешь не один А с проводником Он эти места знает Ну что тут можно сказать Лес как лес Ничего страшного случиться не должно А всем этим байкам верить не стоит Сталкеры после пары стопок И не такое придумают Ну так что, меченый Ты готов? Зона так и манит в свои объятия Время, проведенное в ней Подобно искусному кузнецу Ковало мне кольчугу ненависти А каждая секунда была в ней звеном Как ни парадоксально Стальная рубаха злобы Придавала мне уверенности в будущем Я хочу найти ответы на вопросы И ничто не сможет меня остановить Мне плевать, я один никуда не пойду Да-да, что вас интересует? Мы уже давно изучаем излучение лаборатории Х-16 Ты не пройдешь туда без специальной защиты Мы разработали соответствующее устройство Но для его настройки необходимо провести ряд замеров Если ты поможешь нам сделать эти замеры Я дам тебе настроенный прототип С помощью которого ты сможешь пробиться в лабораторию Если вы вместе с нашим сотрудником сделаете все необходимые замеры Я подготовлю к работе прототип защитного устройства И отдам его вам Оно скорее всего позволит проникнуть в лабораторию Ну вот и отлично Поговорите с Кругловым и отправляйтесь Он уже снаряжен всем необходимым Значит, все-таки придется нам туда отправиться Ну что же, приветствую вас, Мечный И давайте сразу к делу Мы должны добраться до места проведения замеров Место это опасное И чтобы сделать замеры потребуется некоторое время Потому что аппаратура немного барахлит Но это вас касаться не должно Вы же наемник, а значит ваша задача прикрывать меня Отстреливая всякую нечисть в округе Уверен, у вас это хорошо получится Больше от вас ничего не требуется Все остальное я сделаю сам Иначе бы вы сюда не пришли Будьте так любезны не перебивать меня Со мной не должно ничего случиться Только я знаю, как пользоваться этой аппаратурой Так, вроде все Пора отправляться Почему он погиб? Ты же должен был его охранять Эх, ну как это могло произойти? Черт, опять все идет наперекосяк Придется вызывать дополнительных сотрудников А у нас и так проблемы Вот черт! Вот прототип Но будь осторожен Устройство ослабит излучение Но лучше тебе поторапливаться по пути к излучателю Проблемой лаборатории занимался Васильев Около недели назад Они вместе со сталкером по прозвищу призрак Попытались проникнуть в лабораторию Через несколько часов нас порядком тряхнуло И излучение на время пропало А еще через час мы получили сигнал от Васильева Сигнал шел с болот Но потом пропал По всей видимости Васильев погиб У него была точная информация по лаборатории Где она находится, как в нее попасть Попробуй отыскать его тело Возможно найдешь и сведения о том, как отключить излучение Все известные нам координаты я тебе скину Что происходит? Кругом зомби Огни окончаются патроны Если это так важно Почему же ты не объяснил, зачем? Ты идешь туда И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел Ох, стрелок Лучше не лезьте туда Держись, сынок Я о тебе позабочусь Все будет хорошо И куда ты теперь? Север На север Меченый Вам нужно срочно отправиться в город мертвых И найти там пропавшую группу ученых У них есть все результаты исследований Которые необходимы мне для дальнейшей работы Чуть севернее лаборатории Х-16 Георгий Фролов проведет вас туда Послушайте, сейчас не время для разговоров После того, как вы отключили излучатель в лаборатории Группа скинула сигнал СОС Похоже, что там произошло что-то ужасное Мне нужна та информация, Меченый Ой, как нужна Как и та группа ученых Круглов уже погиб Я не могу потерять остальных Я не знаю, что там Как минимум, ничего хорошего Вам необходимо найти мою группу Если она мертва Тебе нужно забрать у них документы и идти назад Если жива То выяснить, что произошло И при необходимости оказать поддержку Меченый, ты готов отправиться в город мертвых? Георгий Фролов Я? Ха-ха, могу Странные чуждые раньше ощущения По-прежнему всюду преследуют меня Быть может, дело в этом загадочном артефакте Кто же такой этот стрелок И что скрыто за выжигателем? С этими мыслями я отправился в город мертвых Где передо мной встал непростой жизненный выбор Другого пути мне не дано судьбой Мы в городе Когда-то тут кипела жизнь Тут нужно быть начеку Ну а ты как думаешь Если группа наших ученых пропала То что-то явно произошло Да у него вообще крыша поехала Сам иногда не понимает, о чем говорит Старый дурак только и делал, что проводил какие-то эксперименты Которые никогда не заканчивались успехом Я буду ждать тебя тут Как сделаешь все, о чем попросил Сахаров Беги ко мне, я проведу обратно Не заблудись Ха, я советую побыстрее закончить тут все Я долго ждать не буду И где мне искать эту группу Что тут вообще происходит Ты убьешь Или умрешь Что же происходит Мать Так, так, так Кто же это пожаловал Да, угадаю Ты от Сахарова? Этот старый шизофреник все никак не может успокоиться Браво, Шерлок И ты, наверное, хотел бы узнать Почему и зачем я это сделал Баланс системы должен быть восстановлен Мозги включи, а эмоции выключи И дай мне договорить А сам внимательно слушай Я не признаю никакую власть И такие, как я, к ней не стремятся Вникай в то, что я говорю тебе Отбрось все, чем у тебя учили другие И подумай хоть немного своей головой Подумай, и тебе станет ясно Что человек, млекопитающий лишь внешне А его разум – это вирус Мы заполонили всю планету Загрязнили все водоемы Начали плодиться в геометрической прогрессии Притесняя все остальные виды Посмотри на себя Ты родился на закате человечества В эпоху невероятной скорости жизни Ты выполнял все, что тебе приказывали Верил всему, что вещали СМИ У тебя не было ни своего мнения, ни времени Обдумать что-либо Но главное – не было никакого выбора А теперь, когда он появился Такие, как Сахаров, хотят все испортить Ответь мне на простой вопрос Сколько человечество пролило крови За всю историю своего существования Даже тогда, когда наши предки Взяли в руки камни и палки Кровь уже лилась рекой Кто-то всегда будет сильнее других А кто-то умнее Умный всегда подчинит себе всех остальных С помощью сильного Неторопливая поступь науки Уверенно ведет в будущее То, что кажется внезапным Часто вызревало годами, а то и веками Почти незаметно для глаз Наука – это не только поиск истины Но еще и оружие, покорное тому Кому хватает силы ее понять Господи, вы все настолько погружены в прошлое Что не видите настоящего Не говоря уже о будущем Вы вперели застывший взгляд в былое И глаза ваши медленно угасают А жизнь вокруг проходит мимо А такие, как ты Эх, как же до тебя донести Что баланс давно нарушен А мы только заполняем этот котел постоянно И совсем скоро зло перельется А люди будут снова искать виноватого Чтобы только не признать виновными себя Не начать с себя А начать с других Не имеющих к ним никакого отношения Вместо того, чтобы остановить кран С которого с каждой минутой Падает по одной новой капле людского зла Именно Если ты прост в своих желаниях Недалек в своих взглядах Мир будет прост и незатейлив Но если ты разращен, потерян Если бредешь на ощупь в темноте Мир будет пуст Ведь по факту Окружающая нас действительность Это всего лишь отражение нашей сущности Из зоны получился бы идеальный мир Но она получилась такая Какой ее сделали мы Люди Это не мутанты нас заставили озлобиться Не аномалии нас заставили привезти сюда оружие А наши желания Аномалии можно обойти А мутантов можно отвлечь Мы и есть источник всех бед И источник всего зла на земле Но порой мы слишком часто забываем Что можем творить добро Так вот в зоне Его остается творить только из-за зла Потому что его запас настолько велик Что котел заполнен до краев И в любой момент Это зло может выплеснуться наружу Молчишь? А хочешь скажу почему? Да потому что я прав Они хотят сломать идеальный мир Уничтожить зону Ограничить все своими законами Вновь заполнить наши души злостью Это невозможно Об этом можно лишь мечтать Ты можешь считать что я чокнутый У которого уже с головой не все в порядке И в какой-то мере ты будешь прав Но рассуди логически Какой адекватный человек На все это сможет нормально посмотреть? И теперь подводя итог С какой целью ты прибыл сюда? Ох этот Сахаров Он даже не подозревает о том Что это все моих рук дело Этот старый шизофреник Только мешает мне И когда это стало заметно Я решил взять все в свои руки Ладно Вот тебе бумаги Которые так интересуют профессора Ну? Ты уверен в этом? Еще раз я тебя сюда не проведу Очередная блуждающая душа В этом мире Как интересно Все такие радостные И счастливые Все для них в розовом цвете Стараются не замечать Всего этого дерьма А видеть иллюзии Но в итоге забывают о том Что реальность на самом деле Зла и обманчива Иллюзии раскрашивают Все черное в розовое Скрывая истину И жить в розовом Для сознания мире легче Чем в черном Никаких забот и догадок Когда как второе Вечная печаль и мрак Но когда ты изгой Когда ты для всех враг Как ты сам выбираешь Такую реальность Именно так и думают И живут люди До тех пор Пока в их жизни Не появляются они Они помогли мне Увидеть правду Они научили меня Видеть и понимать главное Скажите людям Что конец света Настанет завтра И они устроят Его сегодня Где моя группа? Что случилось? Твою мать Ну все Теперь дела пойдут еще хуже Ладно Работу вы выполнили Вот ваша награда Ах Выпроводима У меня есть подозрение Что это фантомы Этот случай Не похож на излучение Ничто иное Как прямое воздействие На разум человека Даже не знаю Меченый У меня ни идей Ни того Что сможет помочь Попробуйте Поговорить с ним Может он Расскажет что-то новое Они раскрыли мне глаза Они видят все Они увидели во мне потенциал Они даровали мне бессмертие Да, люди всегда искали способ, благодаря которому можно жить вечно Но никто не знает, что смерть с самого рождения сидит внутри нас И она такое же живое существо, как и ты, я, как и они Я разговаривал с ней Страх правит людьми, сталкер Смерть — главная болезнь всего живого на Земле Однако с ней можно и договориться, если знать как Они помогли мне в этом Но вам не понять этого Никому не дано это понять Смерть пуста, как и Вселенная Но пустота включает в себя все Из пустоты можно достать все, что пожелаешь, как и отдать Это они мне рассказали об этом Они мне много о чем поведали Поведали о том, что мир в действительности не был никем создан Нет никаких творцов или богов Есть только пустота А пустоту нельзя создать Ее можно лишь заполнить Простая истина, которая невероятно сложна для человеческого разума Благодаря им я познал эту истину Пустота могущественна В пустоте заложено все Они разговаривают со мной Жаль, что ты их не слышишь Что? Нет Они говорят мне, что оно убьет меня Ты хочешь убить меня? Спасти? Глупец! Нет, это ты не хочешь понять и принять мир таким, каков он есть на самом деле Без иллюзий, только реальность Только после смерти человек узнает истину Они сказали, что в ней нет ничего загадочного Но часто наш разум отказывается понимать все, что происходит вокруг Что уж говорить о таких вещах Чем глубже я уходил в глубины своего сознания Тем больше истина открывалась моим глазам Я познал ее И необходимость в смерти пропала Я не хочу умирать Обман таится повсюду И вот даже сейчас ты меня обманываешь Ты меня вообще слушал? Кому я рассказывал о том, что они открыли мне глаза? Но ведь люди сами себя убивают Я думаю, есть правда в твоих словах Что такое? Кажется Кажется, они были правы Ты обманул меня Ты поплатишься за мою смерть Они убьют тебя Нет! Да-да Что вас интересует? Да я уже понял Скажи мне, Меченый Ты веришь в то, что он сказал? Ну, Меченый Что произошло, то произошло Отдайте-ка лучше его мне Чтобы еще дел не натворить Какая неожиданная встреча, да? Ты ведь правда ничего не помнишь? А знаешь, до того момента, как ты потерял память Ты был очень популярен Ты действовал открытное Поэтому тебя мало кто знал в лицо Зато теперь тебя знают Все как золкеры по бросающим мечам Где справедливости? Ну да ладно разговоров Ты отдаешь нам артефакт А мы тебя не троним А это еще кто такой? Тебе беспохиб в тот день И чистого неба больше нет Но я вышел Наш рандаву продолжается И я готов взять реваж Как вам будет угодно Я потерял всех Из-за тебя Но теперь я знаю Как можно все исправить Для этого мне нужен всего лишь один артефакт И я знаю, что он тебе С помощью него я исправлю В прошлое И исправлю то, что ты наделал Ну что, меченый По нашим делам ничего не продвинулось Отлично, меченый Вот твоя награда Мне, как ты уже догадался Нужно время, чтобы разобраться в этих бумажках Кстати, Анна снова искала тебя Артем, ты живой? Я так переживала Почему тебя так долго не было? Опять в лаборатории? Ты какой-то сам не свой Что случилось? Расскажи Чтобы не было, ты сильный И ты справишься Послушай, Артем Чтобы не было Это зона Нужно научиться держать удар И ты его держишь Да, Артем Все мы здесь жертвы судьбы По неволе И все мы должны выстоять Тебе просто нужен отдых Все будет хорошо Артем? Что такое? Эй, ты чего? Мы следим за тобой Мы следим и за ней Артем Проснись Если отнять у человека все То он окажется в битве В которой ему нечего терять А ты что? Слушаешь сейчас Смотришь меня И думаешь, что я тебе херню несу, да? Чушь впариваю Слушай, а не пошел бы ты, а? Ты не понимаешь Этот фантом, он Он здесь Внутри меня Я вижу его Слышу его Каждый, сука, божий день И знаешь что? В этой ситуации меня успокаивает То, что он рано или поздно Доберется до тебя Он не успокоится Пока не сведет с ума Меня Тебя И всех остальных Кто тебе, сука, дорог? Давай Что же ты замолчала? Испугался какой-то камеры? Ну так получай Он не верит мне Он думает, я лгу Мы докажем ему Докажем Придет день И ты сам ее тронешь Ну слава Богу Артем Ты снова потерял сознание Прошу Пожалей себя Останься Это опасно Выбор есть всегда Ну меченый Осталось только с выжигателем разобраться И на север проход открыть Прототип у тебя есть Чтобы от выжигателя прикрыться Координаты бункера Я знаю И сейчас скину тебе в ПДА Однако Пробраться туда сейчас не получится Конфликт между долгом и свободой Мешает этому Дело в том, что свобода Держит барьер А дорога к выжигателю Лежит через него Тебя туда так просто не пустят Ввязываться в конфликт Тоже не вариант Потому как если свобода Будет уничтожена Долг возьмет все под свой контроль И пробраться туда Будет еще сложнее Извини Но у меня нет идей Как туда пройти Договориться не получится Должен Но я его не вижу И если отключить выжигатель То все ломанутся к центру И конфликт между долгом и свободой Лишь усилится Если одна из сторон Все-таки одержит верх Баланс в зоне будет сломан Это никому не выгодно Разве что только нам Что царит на земле Здравствуй, Меченый У нас к тебе дело У Долга, Меченый У генерала Воронина в частности И тебе придется к нему отправиться Здравствуй Зачем пришел? У меня есть для тебя работа Слушай меня сейчас очень внимательно На армейских складах Расположена база свободы Отряд по ее захвату и ликвидации группировки Уже направлен туда Лидер отряда Череп Твоей задачей будет присоединиться к отряду И захватить базу Лидер свободы Лукаш Он наша главная цель Повезло, так повезло Воронин приказал мне примкнуть к отряду Черепа И ликвидировать лидера свободы Но ведь именно свобода контролирует барьер Что если у меня получится договориться с ними? Кажется, передо мной встал выбор О том, что я натворил Я буду долго жалеть в дальнейшем Но на тот момент Меня не интересовали жизни тех Кто попадал под мою неспокойную руку Я должен был пробраться к выжигателю Отключить его И отправиться к центру зоны Что-то мне подсказывало Что именно там я найду ответы На все свои вопросы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все чисто Можете подходить Воздух не было Не было, не было В первый раз, что ли? Выдвигаем Ну, здорово Какими судьбами? Нет Мы этого так не оставим Лукаш мертв Они убили его Меченый Мы наносим ответный удар Лысый со своими ребятами Уже направился к бару Присоединяйся к ним Лидером пока что буду я Ну что, Меченый Сейчас или никогда? Теперь посмотрим На что они способны Удивительно, как по воле одного человека Вражда между двумя сильнейшими сторонами достигла небывалых масштабов Долг уничтожен Дорога к выжигателю открыта Если нарушать баланс сил, то ради чего, а, бармен? Он уже нарушен Даже не думай Стой на месте Опусти оружие Что такое? Страшно! Страшно, сука! Клянусь, я тебя на тот свет отправлю Джонни, а почему ты больше не смеешься надо мной? Как раньше Что? Больше не смешно? Давайте просто успокоимся и поговорим Артем, вали их! Они все мертвы Боже мой Я так понимаю, теперь ты пойдешь на север? Я пойду с тобой А разве здесь теперь не опасно? Почему ты всегда уходишь от меня? Ты гонишься за своими целями, совершенно ничего вокруг не замечая Остановись и посмотри по сторонам Они все погибли А ты хочешь оставить меня здесь? Но он, как ты утверждал Несколько раз спас тебе жизнь Задумайся над этим Может, все-таки не стоит Обещай, что вернешься Война никогда не меняется Безразлично, кто ее ведет Огромная армия, посланная на войну во имя своей страны Или одинокий человек, преследующий личные цели Во благо Из мести Ради наживы Война от этого не меняется Нарушив баланс сил Я открыл дорогу к выжигателю И отправился туда И вновь встретил своего старого знакомого Ведь не могу Долго больше нет Меченый Если бы не ты Этого всего бы не произошло Ты заслуживаешь стать лидером нашей группировки Да, Меченый Готов ли ты возглавить свободу? Нам нужен такой лидер, как ты Ну что я могу сказать? Не всем понравилось то, что ты хочешь сделать Но в любом случае Удачи тебе Я прекрасно понимаю это Взор твой узок И не способен увидеть меня Но это не мешает мне Зачем ты преследуешь меня? Я хочу, чтобы ты исчез Я разочарован в тебе, Меченый Смерть идет за тобой следом Ланч моя осмысленная Я бы и сам справился Твои мысли ошибочны Решение твое продолжить свой путь Даст возможность обнаружить меня в чаще лесной неподалеку Я нужен тебе, как тот, кто видит смерть твою Осмысление придет Да пошел ты Нет, он поможет мне Я уверен Моя сила возрастает с каждой минутой Трижды я вытащил тебя из смерти, Рок Возможно ли посещение твоей головы мысли об источнике смерти, имеющего иную мощь? Не понимаю, о чем ты Ответ неправильный Это ты сам Осмыслит то, что ты делаешь Это ты сам Продолжение следует... Продолжение следует... Бармен оказался прав. И не было у меня тогда дороги, кроме как вперед. Я отправился к центру зоны. И не один. Со мной был мой верный слуга. До поры до времени. Продолжение следует... Здравствуй, стрелок. Я вижу, у тебя ко мне много вопросов. Задавай их. А потом мы решим, что с тобой делать. Мы о сознании. Группа исследователей, которые поставили перед собой цель изменить мир. Известно, что Землю окружает особое информационное поле. Во время одного из походов в центру зоны ты слишком близко подобрался к нам. Наша защита от проникновения считалась совершенной. Но тебе удалось найти путь, о существовании которого мы не подозревали. Допустить, чтобы нашу тайну узнал кто-либо еще, мы не могли. Почему ты не сказал мне, что я и есть стрелок? Несмысленно. Но ты ведь помогаешь мне. Ты мой взор в мир ваш? Это помогает мне. Твой взор укрепил меня. Через него я познал, какие вы. Я. Твое зеркало, стрелок. Ты просто жалкий эгоист. Зеркало. Я это ты, стрелок. Все эти слова ты говоришь себе. Твои убийства породили во мне жажду смерти. Я. Твое отражение. Если я эгоистичен, то потому что эгоист ты. Осмысли мои слова. Я. Это ты? Я убью тебя. Значит, ты умрешь тоже. Много сил было потрачено на то, чтобы найти ответы на свои вопросы. И он нашел их. А потом ушел. Все остальное ему было уже не важно, и ты уже не раз убеждался в этом. Ты что, на сознании уничтожил или, ну, что там тебе рассказывали? Все это чушь. Но это не конец. В тот момент, когда он отключил выжигатель, все, конечно же, ломанулись к центру. Тогда-то и началось все. Хорош. Крутой парень. Самый ответственный момент просто сбежал. Сука. Сука, сука, сука. Если бы не этот голос, все было бы иначе. Все. Аня, ты жива. Глеб? Это ты? Все ли со мной в порядке? Ты бросил меня, когда я чуть была с жизнью не распрощалась. А теперь пришел. И спрашиваешь, все ли со мной в порядке? Но нет никакой большей операции. Почему ты никак не поймешь это? Они все мертвы. И если я хоть на сколько-нибудь тебе дорога, пожалуйста, дай хотя бы мне шанс избежать этой участи. И это говоришь мне ты? Хочу ли я лучшей жизни? Где все те люди, которые тогда решили отправиться с нами? Мертвы. Скажи мне, кто виноват в этом? Кто подстегнул меня и всех остальных на эту чертову операцию, из-за которой назад никто не вернулся? Кто убежал, когда мне нужна была помощь? Две недели я схожу с ума, сижу на таблетках, переживаю. И что самое главное, я слышу этот голос. Две недели я слышу этот чертов голос. Да у меня крыша едет, а ты спрашиваешь, хочу ли я лучшей жизни? Я уже послушала тебя однажды. Что ты опять мне хочешь предложить? Снова куда-то с тобой отправиться? Чтобы ты опять бросил меня умирать, как собаку? Нет, спасибо. Одна как-нибудь справлюсь. Операция «Призрачный свет» была для меня всем. Вокруг зоны постоянно вращаются сотни разных энергий. Соединяясь друг с другом, они образуют новую, и так до бесконечности. Суть операции заключалась в том, чтобы овладеть одной из таких энергий. В итоге нам этого сделать не удалось. Но что хуже, мы пробудили одну из таких энергий. После разговора с Аней мы отправились на свалку. Там было безопасно. По крайней мере, мы так думали. Дальше началось самое страшное. Что сейчас происходит, я вообще не понимаю. С каждым днем его начинают слышать все больше и больше людей здесь. Его влияние распространяется. Кстати, недавно в бар заглядывал один. Какие-то дела с баром он проворачивал. Видимо, тоже по этому поводу. Так он его к ученым отправил, а потом... Тихо. Ты чувствуешь это? Голова раскалывается. Где она? Нет, я вижу их. Я не хочу, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Сейчас остался только один способ. Убей меня. Сделай это. Ради меня. Я готова. Спаси меня от него. Все кончено. Нам всем просто не строго туда лезть. Прости. Ублюдок. Все из-за тебя. Что ты чувствуешь? Выходи и сражайся, трус. Какие эмоции. Какая агрессия. Какой потенциал. Я научу тебя раскрывать его. Я сделаю тебя бессмертным. Бессмертным? Из-за тебя теперь мне незачем жить. Она погибла от твоих рук. И ты станешь следующим. Бессмертным? 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 Подтишка Если для того, чтобы все это закончилось Мне потребуется убить тебя Я сделаю это Убить меня Абсолютно ничего обо мне не зная И ты даже не хочешь познакомиться со мной поближе Как же так, Глеб? Разве не это было главной целью твоей авантюры? Ты в моей голове Ты разговариваешь со мной Из-за тебя погиб человек, который был дорог мне И после этого ты нарываешься на знакомство Поднимайте все вертушки Всю тиктику, все, что есть И чтобы ни один сталкер не добрался до Монолита Если он осуществует Монолит Быть может, еще есть шанс Эй, ты слышишь? Мне плевать, что я тебя не вижу Меня не пугает то, что ты в моей голове Я не знаю, кто ты Откуда взялся и каковы твои мотивы Но я из плоти и крови И я знаю, что надо сделать, чтобы избавиться от тебя И отправился к Монолиту В надежде, что еще есть шанс все исправить Я ничего не понимаю Кто убил бармена? Долга и свободы нет Кому это нужно? Ну так пройти дай Че встал? Кажется, я понял Это он убил бармена Это он нарушил баланс сил Это про него Говорила Аня Если он отключил выжигатель Значит, он отправился к Монолиту Я должен его опередить Субтитры сделал DimaTorzok Дай мне шанс все исправить Глеб, как же я рада вновь тебя видеть Пойдем со мной Туда, где мы всегда будем вместе Ты еще можешь исправить это Там, куда ты отправишься Не существует страданий Разве ты не хочешь другой? Лучшей жизни Отпусти себя И иди ко мне Я жду тебя Ты ведь так рвался все исправить Что же тебя теперь останавливает? Всего один шаг Сначала ты хотел сделать меня бессмертным А теперь подталкиваешь меня к смерти Прислушайся к своему внутреннему голосу Скажи, ты веришь в то, что произошло? До недавнего времени я всегда считал, что этот шепот Что-то вроде местной легенды Легенды не шепчут И не заставляют людей сходить с ума И убивать друг друга Теперь ты знаешь мою историю Историю, в которой добро побеждает не всегда А зло Всегда возвращается И манит в свои объятия В моей и твоей истории есть что-то общее После всего, что произошло Мне надо уйти Обо мне будут говорить Как об обыкновенном сталкере Который, преследуя свои цели Отключил выжигатель Добрался до центра зоны И разгадал ее тайну Но когда придет время Рассказать людям правду Ты поймешь это Аня мертва Куда он ушел И что с ним сейчас Я не знаю Но я точно знаю одно Если для того, чтобы все это Наконец закончилось Мне потребуется покончить с собой Я готов сделать это Помни, мужик Каждый выбор влечет последствия Советую просто бежать отсюда Пока жив Конец истории Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok